Пятая проповедь о Духе Святом пастора Эндрю Энрикеса. Продолжим нашу серию проповедей о даре Духа Святого. Лука 11, 13. Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа просящим у него. Прочитаем цитату, которая шире открывает нам этот текст. Деяния апостолов, 50-я страница. Если бы все этого желали, то все исполнились бы Духом. Там, где мало молятся о присутствии Святого Духа и не чувствуют нужды в этом, воцаряются духовная засуха и тьма, упадок и смерть. Если люди уделяют внимание не главному, а второстепенному, они лишаются Божественной силы, которая предлагается им в преизбытке и которая необходима для роста и процветания Церкви. А ведь эта сила приносит с собой все другие благословения. Почему же мы не жаждем дара Святого Духа? Почему не говорим, не молимся и не проповедуем о Нем? Господь охотнее дает Святой Дух своим рабам, нежели родителям благо собственным детям. Каждый служитель должен молить Бога о ежедневном крещении Духом. О чем мы должны ежедневно просить Господа на основании этой выдержки? О крещении Духом Святым. Что значит вести духовную жизнь? Ежедневно мы должны просить силу так жить, чтобы наша жизнь была угодна Богу. Евангелие от Матфея, 3 глава, 16-17 тексты. Когда Иисус крестился, что Он услышал с небес? Голос Отца. Сей и Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Крещение Духом Святым приносит духовную жизнь. Иисус говорит в Иоанна 6 главе 48 тексте. Я есмь хлеб жизни. И 63 текст говорит «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь». В Евангелии от Луки, 11 главе, мы должны ежедневно о чем-то просить. О хлебе. Этот хлеб символизирует духовную жизнь. В контекст этой главы – просьба учеников научить их молиться. Прочитаем 2 и 3 тексты. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Что произойдет, если мы не будем просить ежедневно об этом хлебе? Что произойдет, если мы не просим и не получаем духовной жизни?» Евангелие от Луки, 11 глава, 7-8 тексты. «Придет время, когда мы почувствуем, что у нас нет ежедневного хлеба, отсутствие духовной жизни, но будет уже слишком поздно. Господь, научи нас молиться». В стихе 5 Иисус дает историю, притчу, что значит молиться. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба». «По какой причине?» 6 текст. «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Чему учит нас эта история? Человек, который пошел попросить три хлеба, не молился какой молитвой? Он не молился, «Дай мне хлеб насущный, ибо если бы у него был хлеб, он бы у него не отсутствовал». Это значит, что человек, который называет себя христианином, не имел хлеба. Сколько хлебов он просил? Три. Почему три? Хлеб представляет Иисуса. Христос есть Слово. Аминь. Где мы находим три хлеба? Три вести, которые могут спасти нас в эти последние дни. Трехангельская весть из Откровения 14 главы. В полночь этот человек оказался без трех хлебов. Почему? О чем он не молился? «Дай мне на каждый день мой хлеб». Одна из причин, почему к нему в полночь пришли, в том, что он выглядел как христианин. Он выглядел внешне, что он нечто имеет. Вы не будете просить чего-то у того, у кого, кажется, ничего нет. А этот человек выглядел так, как будто у него есть хлеб. Он представляет собой адвентистов, которые заявляют, что у них есть вечная Евангелие, трехангельская весть. Но во время кризиса в полночь они окажутся пустыми. В пути были два человека. Один пришел к другому, а другой также пошел, но у обоих отсутствовал хлеб. Эти люди представляют тех, кто не имеет опыта крепкой молитвенной жизни. Имеете ли вы крепкую молитвенную жизнь? Какой вопрос задали ученики Иисусу в Евангелии от Луки 11 главе 1 тексте? Научи нас молиться. А Иисус им говорит, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Затем он им рассказал притчу. Человек, у которого отсутствовал хлеб, пришел к другому, не имеющему его. Оба были в пути, в поисках хлеба. Другими словами, крепкая молитвенная жизнь связана с получением хлеба. Это значит, что молитва и изучение Писания связаны, потому что хлеб представляет Слово Божье. То есть, когда мы молимся, что мы должны брать с собой? Слово Божье. Кто я в этой притче? Что сделал другой человек? Он пошел и постучал в дверь кого-то, у кого можно получить хлеб. Евангелие от Луки 11 глава 6, 7 и 8 тексты. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты. И дети мои со мною на постели, не могу встать и дать себе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Оба человека получили хлеб. Хорошо, что второй человек знал, где можно получить хлеб. Знаете ли вы, где можно получить эти три хлеба? Хорошо, что второй человек знал, кому идти за получением трех хлебов, чтобы передать его другим. Итак, какое применение к нам? Многие из нас ходят не в те церкви, не к тем служителям и не на те служения. Мы не получаем духовный хлеб, чтобы поддержать нашу духовную жизнь, чтобы приготовить нас к закрытию испытательного срока и ко второму пришествию Христа. Ходим не в те домашние церкви. Ходим на служения, которые на самообеспечении, которые претендуют на обладание хлебом, но это заплесневелый хлеб, не хлеб жизни. У меня вопрос. Знаем ли мы, куда идти? И как часто мы должны ходить? Как часто мы должны молиться о крещении Духом Святым? Как часто мы должны молиться о духовной жизни? Как часто мы должны молиться, дорогой Господь? Дай мне силу, чтобы угодить Тебе ежедневно. Вести для молодежи, 131 страница. Я видела, как можно получить эту благодать. Вернемся к Евангелию от Луки, 11 главе. Стучался ли второй человек в двери? Была ли дверь открыта или закрыта? Получили ли оба то, что у них отсутствовало? В какое время разворачивается действие в этой притче? В пятом стихе сказано, что была полночь. Хочу вас спросить, есть ли в Писании притча, которая контрастирует этой притчи? Есть ли другой текст Писания? Это Матфея, 25 глава. В этой притче Божье Слово говорит о десяти девах, пяти мудрых и пяти неразумных. Они все представляют, называющий себя народ Божий. У пяти есть масло, а у пяти нет. Библия говорит нам в Матфея, 25 главе, в пятом-шестом тексте, что в полночь раздался крик. Вот, жених идет, выходите встречать его. Был ли это кризис? Библия говорит, что все спящие девы встали, они проснулись в полночь, и что обнаружилось в полночь, что у кого-то есть масло, а у кого-то нет. Минутку. Кого представляет масло? Духа Святого. Это мне говорит, что пять разумных дев ежедневно молились. Дай нам ежедневно наш хлеб. Они ежедневно получали масло. А что пять неразумных? У них отсутствовало масло, Дух Святой. У них отсутствовала духовная жизнь. Они не заботились о ежедневном крещении Духом Святым. Они думали, что у них все хорошо, только потому, что у них есть светильники. Сколько сегодня из вас принесли Библию? Мы все называем себя христианами, потому что мы читаем Библию. Но все же какая разница? Просто иметь Библию недостаточно. В полночь раздался крик. Пять неразумных дев пошли к кому? К пяти мудрым. И сказали, что у нас нет масла, дайте нам вашего масла. Но что ответили им пять разумных? Девятый текст. Матфея, 25 главы. Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. В этой притче пять неразумных дев обратились за маслом к другой группе, у которой оно было. Но в Евангелии от Луки, 11 главе, у другого человека не было хлебов. Видите ли вы контраст? Пять разумных сказали им пойти к тем, кто продает, и купить масло. Кого Господь поставил служить маслом? Кто продает масло? Кого Господь поставил представлять весть о масле, получении ежедневного крещения Духом Святым? Это Божьи проповедники, вестники, евангелисты, Божьи миссионеры. Эта притча показывает, что однажды, очень-очень скоро, не будет найдено миссионеров. Никаких пасторов, служителей, никаких евангелистов, потому что будет слишком поздно. И Библия говорит, что пять неразумных пошли, кого они искали? Людей, которые продают масло. Но в этой притче они никого не нашли. Затем сказано, что они пробудились, вернулись и что начали делать? Интересно, почему? Потому что во время их отсутствия пришел жених, и те, кто был готов, вошли с ним на пир, и двери затворились. Почему необходимо получать ежедневное крещение Духом Святым? Чтобы войти на брак с Иисусом. Что представляет собой брак? Как определяется брак в Евангелии от Матфея 19 главе и в Бытие во 2 главе? Двое будут одной плотью. Итак, что есть духовный брак между нами и Христом? Двое – одно целое. Что разделяет нас с Иисусом? Это грех. Почему нам нужно ежедневное крещение Духом Святым? Чтобы победить грех. Почему мы должны ежедневно просить хлеб? Чтобы победить грех. Чтобы мы могли войти на брак с Иисусом. Чтобы стать с ним одно целое. Чтобы Иисус мог завершить какую работу во Святое Святых? Работу следственного суда. Запечатлеть и изгладить наши грехи. Стучали ли пять неразумных дев в дверь? Что произошло? Какой был ответ? Матфея 25 глава 12 текст. Он же сказал им в ответ. «Истинно говорю вам, не знаю вас». А что в притче Евангелия от Луки 11 главе? Когда второй человек стучал в дверь? Она открылась ненадолго. Но в Матфея 25 главе дверь оставалась закрытой. И что нам сказано в Матфея 25 главе 13 тексте? «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Почему мы должны ежедневно молиться о духовной жизни? Потому что мы не знаем часа нашей смерти, и в могиле нет покаяния. Мы не знаем день, когда Иисус назовет наши имена на следственном суде, чтобы объявить вердикт над нами. Мы ежедневно должны умолять Бога. «О Боже, дай мне насущный хлеб! О Боже, дай мне победу над грехом!» Вот почему Павел написал в 1 Коринфянам 15 главе 31 тексте «Я каждый день умираю. Если мы умираем ежедневно, кто живет в нас? Христос». Вот почему Иоанн Креститель сказал в Иоанна 3 главе 30 тексте «Ему должно расти, а мне умоляться». Что говорит нам Галатам 2 глава 19 текст? «Я сораспялся Христу». Как часто мы должны быть распяты со Христом? Если мы сораспялись со Христом, если мы умерли для себя, даст ли нам Отец силу ходить в обновленной жизни? Я этого желаю. Желаете ли вы этого? Хотите ли вы жить верной христианской жизнью в глазах Бога? Чтобы Христос мог сказать «Это мой возлюбленный Сын, моя возлюбленная Дочь, в Котором мое благоволение». Галатам 2.20 «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу воплоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Иисус любит нас. Свидетельство для Церкви 3 том, 188 страница. «Душа имеет безграничную ценность, которую можно измерить лишь выкупом, заплаченным за нее». Голгофа, Голгофа, Голгофа. Вот где открывается истинная ценность души. Иисус любит нас. 2 Коринфянам 4 глава 16 текст. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». В какое время пришел кризис и обнаружилась недостача? В полночь. О чем мы должны молиться ежедневно? О крещении Духом Святым. Если мы будем ежедневно просить о крещении Духом Святым, то когда придет полночь, мы будем иметь то, что показывает, что мы настоящие христиане. Вопрос к вам. Когда по пророчеству наступит полночь? С чем она связана? С пришествием Христа и закрытием двери благодати. Показывают ли знамения, что испытательный срок для человечества скоро завершится? Если мы видим эти знамения, перестаньте себя обманывать и играть в церковь. Перестаньте играть роль христиан. Будьте христианами. Скажите Аминь. Чтобы быть христианами, у нас должна быть жизнь Христа. И чтобы получить жизнь Христа, мы должны сказать, дорогой Господь, давай нам день за днем духовный хлеб. О, если бы мы имели желание иметь этот духовный хлеб. Помните, что каждую субботу в святилище они получали горячий хлеб, свежий хлеб. О чем мы должны молиться? Дай мне сегодня такой хлеб, не заплесневелый, нет, а хлеб небесный, небесную манну. Марка, 13 глава, с 35 по 37 тексты. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте. Что мы должны делать? Бодрствовать. Полночь представляет Христа, приходящего внезапно. Но это не только его второе пришествие, но и о том, что имена наши будут произноситься для вынесения приговора. Полночь ассоциируется с излитием язв. Это ново для вас? Исход 12 глава. Мы должны сравнивать Писание с Писанием, чтобы оно нам открывалось. Где мы в Писании находим события, которое связано с излитием язв. Прочитаем исход 12 глава, 29 и 13 тексты. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И 29 текст. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. С чем связана полночь в Писании? С излитием язв. Все книги Библии встречаются и заканчиваются в книге Откровения, где мы находим в Откровении излитие язв. В 16 главе. Какое событие предшествует излитию язв? Кризис начертания зверя. Когда будут изливаться язвы, будет второе пришествие Христа. Почему я делаю ударение на близости кризиса начертания зверя? Потому что нам сказано, если бы Божий народ наполовину проснулся, если бы он осознал близость событий, изображенных в Откровении, в наших церквях произошла бы реформация и многие бы поверили в вести. Откровение 16 глава, первый текст. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылите семь чаш гнева Божия на землю». Что из гнев Божий? Откуда мы знаем, что гнев Божий – это излитие язв? Откроем Откровение 15 главу и первый текст. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Какое событие предшествует излитию язв? Откровение 16 глава, второй текст. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Кризис начертания зверя, когда люди будут принуждаемы поклоняться ложно. Откровение 13 глава, 3-4 тексты. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Библия показывает нам истину, на каком главном пункте мир вернет власть папству. Это будет вопрос войны. Мир желает мира. Мир говорит, что Папа Франциск является нравственной совестью народов и религий. Откровение 17 глава, 12-13 тексты. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Мы знаем, что нам нужно два или три свидетеля для установления истины, как в Библии, так и в мире. Кто называет Папу нравственной совестью мира? Генеральный секретарь Иоанн говорит, что Папа Франциск является нравственным голосом, человеком, у которого есть цель. Какую повестку Папа осуществляет? Повестку мира. Конец всем войнам. Папа сказал, «Мы все хотим мира. Мы должны вместе идти по этому пути и трудиться за мир. Нужно приложить совместные усилия, выступая против жестокости и отдавать свою голос за мир». Если протест придет к концу, что возобновится? Рабство людей, церквей и стран. Можем ли мы увидеть, что полночь приближается? Иисус говорит нам в Иоанна 9 главе 4 тексте, «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Мы ежедневно должны просить о крещении, о духовной жизни. О, если бы мы видели в этом нужду». Во вдеянии 2 главе «Люди были крещены Духом Святым. Что они делали ежедневно?» 41 текст и 42. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Преломляли ли они хлеб? Далее 46-47 тексты. «Каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Принимали ли они ежедневно хлеб? И получали ли они вместе с этим излитие Духа Святого? «Каждый должен молиться об этом крещении. Спасенные, чтобы служить, должны быть местом, где никогда не спят. Я не говорю о буквальном сне, но о духовном. По Божьей благодати я буду вас пробуждать. Даже если вы знаете настоящую истину, я не перестану вам напоминать о ней, чтобы вы были в ней укоренены и запечатлены ею». Деяние, 17 глава, 11 текст. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая писание. Точно ли это так?» Они разбирали писание раз в год, раз в месяц, раз в неделю, ежедневно. И какой был результат? 12 текст. «И многие из них уверовали, и из елинских почетных женщин, и из мужчин немало». О чем мы должны молиться? Евангелие от Луки, 11 глава, 4 текст. «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Вопрос к вам. Что деноминация АСД дает своим членам вкушать ежедневно, читать ежедневно, изучать ежедневно? Урочники субботней школы от воскресенья до субботы. Сатана вносит заплесневелый хлеб в субботние урочники. И те, кто изучают эти испорченные урочники, никогда не получат духовный хлеб, никогда не получат исполнение обетований Христа, крещения духовной жизни. Урок 11 с 3 по 9 сентября. Здесь цитируют Родни Старка. А кто же он такой? Он автор книги под названием «Нести ложное свидетельство». Он говорит, что в течение десятилетий идет спор по поводу инквизиции, что она была одной из самых пугающих и кровавых глав в истории Запада. Но что если эти долгие верования были неверны? На самом деле это вымысел. И если это неверно, то что есть истина? Другими словами, инквизиция была вымыслом. Инквизиция ведет свое происхождение от иезуитства. Эти слова синонимы. Скажите мне, что происходило во время инквизиции? Почему святых пытали, мучили и убивали? Потому что они стояли на заповедях Божьих и вере Иисуса, на истине и протестовали против римского католицизма. А что Родни Старк делает, говоря, что все это вымысел? И мы цитируем такого автора в рочниках субботней школы. Мы питаемся со стола Ейзавели. И контекст этого урока заниматься евангелизмом. Как можно цитировать того, кто пытается изменить историю, исказить ее и представить папство в прекрасном свете? И это после того, как оно замучило и убило миллионы верующих в Библию христиан. Как можно слушать что-либо подобное и сказать, что он нам нужен для помощи в евангелизме? Тогда что вы, адвентисты, будете проповедовать? Определенно не трехангельскую весть. Это значит, что в полночь у вас нет трех хлебов. Те, кто увидел Родни Старка в урочнике субботней школы, могли подумать, что если наши лучшие умы, а мы им доверяем, цитируют этого человека, тогда его труды должны быть полезными и будут смотреть, какие книги Родни Старка еще написал. Слепые ведут слепых в яму. Свидетельство для церкви 8 тонн, 306 страница. Многие считают, что для получения образования необходимо изучать произведения писателей, проповедующих безбожие, поскольку в их трудах содержатся яркие, драгоценные мысли. Но кто является автором истинных, драгоценных мыслей? Бог и только Бог. Он есть источник всякого света. Для чего же нам, ради нескольких разумных истин, процеживать массу заблуждений, содержащихся в трудах язычников и неверующих, тогда как вся истина уже находится в нашем распоряжении? Мы в беде, как церковь. И потом мы говорим, наша проблема – рукоположение женщин. Это отвержение ясных заявлений в Библии и Духе пророчества. Но это не единственное отступление. Урок 9, с 20 по 26 августа. Кого они здесь цитируют? Рональда Сайда. Это человек, который верит в социальное Евангелие и духовное формирование. Мы в беде. О чём мы должны молиться ежедневно? Что Христос получил при крещении в Иордании? Излите Духа Святого. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 текст. Прочитаем последнюю строчку. Отпустить измученных на свободу. Является ли миссия Христа нашей миссией? Посылает ли нас Господь к измученным, чтобы отпустить их на свободу? Измученных – значит раненых. Мы никогда не сможем этого сделать, пока мы сами не будем исцелены от наших мучений во грехе. Чтобы получить исцеление, нам необходимо ежедневное крещение Духом Божьим. Мы должны быть сначала обращены. О, я вижу свою нужду в этом крещении. Видите ли вы в этом свою нужду? Исайя 1 глава, 4, 5, 6 тексты. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Но мы призваны отпустить измученных на свободу. Это наша миссия. Но мы должны получить исцеление от греха. Прежде чем мы отпустим измученных на свободу, мы должны определить и разоблачить тех, кого сатана использует, чтобы их мучить. Откроем Даниила 2 главу. Слышали ли вы, как говорят, не говори о папстве? Позвольте мне вам кое-что сказать. Те, кто боятся проповедовать вечное Евангелие, никогда не отпустят на свободу тех, кто измучены. Потому что Библия говорит нам, что сатана прежде всего действует через папство, чтобы мучить народы, вести их к отступничеству и второй смерти. Даниила 2 глава, 40 текст. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Где еще находится железо? В истукане. В пальцах. Какой власти железное царство, Римская империя, передала великой власти, престол? Папству. Мы должны разоблачать папство везде, где оно находится, и куда проникают его ложные учения, иначе мы никогда не отпустим измученных на свободу. Евангелие от Матфея, 12 глава, 30 текст. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот растачает. Другими словами, мы либо отпустим измученных папством и отступившими протестантами на свободу, либо присоединимся к ним в мучении других. Евангелие от Луки, 9 глава. Здесь повествуется о том, как Отец привел сына к ученикам. По какой причине Он привел его к ученикам? Чтобы они освободили сына от мучений сатаны. Библия говорит нам, что ученики не смогли этого сделать. Нам нужно, друзья, быть осторожными. Прочитаем с 38 по 41 тексты. Вдруг некто из народа воскликнул. Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли. Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Кого Иисус назвал неверными и развращенными? Если мы неверные и развращенные, мы никогда не сможем изгнать бесов из жизни других людей. О, если бы мы просили дать нам веру Иисуса! О, если бы мы просили Иисуса удалить дух и образ жизни развращенный и дать нам жизнь святости, иначе мы будем наполнены демонами. А сатана не может изгнать сатану. 41-й, прочитаем еще раз, и 42-й текст. Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. «Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его». Что Иисус запретил? Почему это так важно? Что Иисус запретил нечистому духу для нас в эти последние дни? Какая власть, прежде всего, имеет нечистый дух сегодня? Пал, пал Вавилон. Великая блудница, «Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Откровение 18 глава, 2 текст. Господь вызвал адвентистов, чтобы они выводили людей из Вавилона в движение остатка. О, друзья, мы должны молиться о ежедневном крещении Духом Святым, чтобы мы могли сказать тем, у кого нечистый дух, чтобы мы могли освободить их от сатанинских мучений. Мне интересно, почему они не могли изгнать Духа? Желание веков, 431 страница. Слова Христа о Его смерти вызвали у них огорчение и сомнение. То, что Иисус взял с собой на гору троих учеников, вызвало зависть у остальных девяти. Вместо того, чтобы укреплять свою веру, молитвой и размышлением о словах Христа, они были поглощены своими огорчениями и личными обидами. В таком состоянии духовного помрачения они и вступили в борьбу с сатаной. У них была в сердцах зависть. Пусть Дух Святой напомнит нам, как мы проявляли зависть к этому или тому человеку, показывая нам, что у нас нечистый дух. Нам сатана наносил ушибы. Мы были измучены сатаной. Ушиб – это обычно не открытая рана. Он обычно находится под поверхностным слоем кожи. И многие из нас получают духовные ушибы от сатаны. И только потому, что люди не видят наших грехов, мы думаем, что у нас все в порядке. Мы должны отказаться от зависти. Вы знаете, что развязало великую войну на небесах между Христом и сатаной? Зависть. Может ли сатана изгнать сатану? О, если бы мы сказали, дорогой Господь, я жажду Духа Святого и духовной жизни. Помоги мне отдать тебе зависть прямо сейчас. Продолжим читать цитату. Для того, чтобы победить в такой борьбе, они должны были совершенно иначе подойти к своему труду. Они должны были укрепить свою веру горячей молитвой, постом и смирением сердца. Они должны были отказаться от своего «я» и исполниться Духом и силой Божьей. «Только искренне, настойчиво молясь Богу с верой, ведущей к полной зависимости от Бога и полному посвящению себя Его делу, мы можем получить помощь Святого Духа в борьбе с начальствами, властями и мироправителями тьмы века сего и поднебесными духами злобы». Поражает то, что они везде ходили с Иисусом. Ой, если бы вы их увидели, вы бы сказали, какая духовная группа людей. Посмотрите, как они занимаются миссионерской работой, хотя они были необращенные. И когда пришло испытание, оно показало, что у них нет масла. Было ли у девяти учеников масло? Почему нет? Потому что у них был нечистый дух. Они, однако, были в церкви. Они говорили, что занимаются миссионерской работой. Не все, что движется, имеет жизнь. Манекен тоже двигается, но он не живой. И некоторые из нас подобны духовному манекену. О чем я и вы должны просить ежедневно? Дай мне, Господь, духовную жизнь. Но мы можем побеждать сатанинские ушибы? Потому что Иисус поразил сатану в голову. Скажите «Аминь». Иисус вложил в каждого из нас вражду. Что есть вражда? Ненависть к сатане, ко греху. Моей и вашей молитвой ежедневно должно быть. Дорогой Господь, активируй вражду к сатане сегодня. Это не теория. Это практически опыт. Скажите «Аминь». Бытие 3.15 И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Иисус поразил сатану в голову до буквального совершения этого на Голговском холме, которое называется лобное место, место черепа. Почему? Почему Голгов – это место черепа? Чей череп был поражен на Голговском кресте? Чья голова была поражена? Христос это сделал словом. Он сказал и совершилось, показывая нам, если мы изберем следовать за Христом и изберем сказать «нет» нашим греховным желаниям, мы опять поразим голову сатаны. И так снова и снова. И Дух Пророчества говорит, что эта вражда, которую Иисус вложил в нас, называется благодать. Великая борьба, 348 страница. Благодатью вы спасены через веру. Как я могу поразить сатану в голову? Божьей благодатью через веру. Что есть вера? Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. О, пастор, вы не знаете моей борьбы. Это правда, но Христос знает. Евреям 4 глава 15-16 тексты. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слава Господу! Во всякое время нужды вражда нам доступна. Моя любимая цитата из «Вести для молодежи», 131-я страница. Мы ее уже сегодня читали. Но я повторю ее еще раз. Я видела, как можно получить эту благодать, то есть вражду ко греху. Войди в комнату твою и обратись к Богу с такими словами. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Проси искренно и серьезно. Пламенная молитва имеет большую силу. Проси неотступно и не покидай комнаты до тех пор, пока не почувствуешь себя сильным в Боге. Бодрствуй над собой. Бодрствование и молитва помогут тебе победить все злые наклонности, и благодать Божья сможет и проявится в тебе. Благодать может, то есть вражда может, и проявится в вас. Слава Господу! О, благодать! Чудесная благодать, которая прощает и очищает. Божья, бесконечная благодать, которая больше всех наших грехов. Благодать, друзья, но через веру. Я поделюсь с вами одним опытом, который мы имели с Хилари в отношении нашей дочери. Хилари спросила, как мы назовем нашу дочь, и мы не говорили об этом. Она пошла к себе, я к себе, и когда вернулись, мы договорились, что будем называть по имени. Если мое первое имя и у Хилари совпадет, тогда так и назовем. А если второе имя совпадет, и так далее. У нас было по пять имен. Поверите ли вы, но у меня под номером один было слово «вера», и у Хилари тоже. При двух свидетелях, говорит Господь, дело состоится, и мы назвали дочурку «верой». На этом необходимо делать ударение. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру Иисуса. Если я когда-нибудь забуду, что Господь сделал для меня, то я посмотрю на моего сына-крестиана и на дочь-веру, и вспомню, что христианин должен жить верой. Римлянам 16 глава, 19-20 тексты. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Не беспокойтесь, победа может быть нашей прямо сейчас. Если мы должны отпустить тех, кто измучен, то первый, кто был измучен, был не Адам, а был Иисус. Исайя 53 глава, 5 текст. Но он изъязлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. И наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. «Каждый грех, который я совершил, который вы совершили, мучит Христа снова. Наша задача – отпустить Его на свободу, того, кого мы мучим. Мы должны избрать, перестать грешить. И таким образом мы даем Иисусу свободу, тому, кого мы мучим. Какой выбор вы сегодня делаете? Выбираете ли вы отпустить Его на свободу? Иисус пришел, чтобы дать вам свободу. У вас сейчас есть выбор – избрать Христа и отвергнуть сатану, освободить Иисуса и перестать Его мучить. Какой ваш выбор? Если вы избираете отпустить Иисуса на свободу и перестать Его мучить, поднимите руки. Те, кто подняли руки, выходите на особую молитву. И чтобы перестать Его мучить, просите Его вас освободить от греха. И когда вы будете Его просить об этом, тогда вы освободите Его и перестанете Его мучить. И когда вы перестанете мучить Его, Он запечатлит вас и сгладит ваши грехи и вернется за нами. Хотите ли вы пойти домой с Иисусом? Отец Небесный, твой народ пришел, решения сделаны. Моя молитва, чтобы были приняты верные решения для Тебя сегодня. Нет унаследованных и приобретенных склонностей ко злу, которую мы не можем преодолеть по Божьей благодати, которая больше всех наших грехов, благодать, которая может простить и очистить изнутри. Умножь нашу веру сегодня, чтобы мы могли поверить, что можем победить, и что когда мы искушаемы, мы изберем Тебя и поразим сатану. И Ты освободишь нас, и мы освободим Тебя. Пошли нас к людям, чтобы освободить тех, кого сатана мучит. Помоги нам остаться верными Тебе. И каждая рука, которая была поднята, запечатли наше решение. Мы благодарим, что Ты медлишь из-за нас. Мы благодарны Тебе за Твою любовь, за Твою милость, дорогой Господь. Спаси нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!